Какие вопросы должна решать татуировка на чужой жопе? Почему ты портачник 20-х годов 21-го века? И почему так важно сегодня смотреть завтрашний день? Ответ на эти и другие вопросы ты узнаешь из этого видео. Всем привет! Ты находишься на канале Территория Татуировки и мы начинаем. В этом видео я с вами поговорю о трендах и их влиянии на мир татуировки. Но прежде немного теории. Что же такое тренд? Представьте себе дугу. Она имеет начало, пик и конец. У нас дуга это условно тренд, который под влиянием модников имфо-цыган начинает возрастать. И первые, кто ведутся на него, это те, кто находятся под жестким влиянием моды. Это по сути те, кто тащат тренд на вершину. Далее у нас пик. Тот самый момент, когда о тренде узнает практически каждый клиент и хочет набить себе татуировку, как у той модницы или того модника. И как итог, тренд угасает, а его плоды, если речь идет о татуировке, остаются на долгие-долгие годы. И вот представим, что ты мастер из 2022 года, который бьет под влиянием тренда мини-татуировки. Представляете, такие маленькие татуировки, похожие на трайблы. Вы бьете эти татуировки, потому что в этом году это модно. Но в 2023 году вы будете стыдливо прятать свои работы, убирать их из портфолио и всячески открещиваться от них. А твой клиент, допустим, в 2030 году придет к другому мастеру на перекрытие вот этого маленького портачка. Ты в его глазах уже будешь выглядеть не как офигенный мастер, который набил ему мини-тату. Ты будешь выглядеть в его глазах, как жалкий портачник, который в свое время не отговорил бить эту хрень. Наверняка к вам сейчас приходят клиенты с татуировками, такими же трайблами различными, набитыми 10 лет назад. Причем сама техника сделана неплохо, но они приходят и жалуются, говорят, что вот мастер-козлина, набил мне плохую татуировку, ой, ошибка молодости. И, конечно, вы его поддерживаете, но при этом вы понимаете, что татуировка выполнена неплохо, но просто она не актуальна. Актуальна была 10 лет назад. И вы тем самым просто поддерживаете своего клиента для того, чтобы этот клиент не ушел от вас, и вы переделали ему его работу. Но самое интересное здесь то, что вы выступаете в роли врача. Вы излечиваете травму этого тренд-клиента в настоящем времени. В то время, когда он бил, он велся на поводу именно тренда. Он пришел к хорошему тату-мастеру. Он сделал качественную татуировку. И в будущем вы тоже можете стать тем самым портачником, который исправил ему вот этот тренд, вот этот трайблский тренд, на другую татуировку, которая актуальна для настоящего времени. Совсем недавно во Вконтакте я поспорил с неким пользователем, который захейтил татуировку на жопе. Он аргументировал свои слова тем, что татуировка должна нести смысл иметь какой-то сюжет и так далее. Я ему сказал, что он не прав. И татуировка никому ничего не должна. И меня поддержало большинство лайками. А теперь, если ту беседу перенести на дугу трендов, то что мы выясним? Каждый из нас говорит языком тренда своего периода. В частности, тот комментатор тащит тренд 2018 года, когда действительно все говорили о том, что татуировка должна нести определенный смысл. Сейчас же глобальный смысл татуировки заключается в том, что никто никому ничего не должен. И, как вы могли заметить, появилось еще одно понятие. Глобальный тренд. Глобальный тренд находится выше, чем другие тренды. Этот тренд основывается на поколениях, интересах целевой аудитории и вообще того общества, где мы живем. Этот тренд самый долгий. Он имеет самую широкую аудиторию. И плюс этого тренда заключается в том, что он хотя бы как-то прогнозируется. И когда мы разрабатываем свои рекламные кампании, мы смотрим именно на этот тренд, нежели на тренды хайпажоров. Поэтому я вам советую, если вы все-таки тату-мастер, который собирается строить свою карьеру на долгосрок, опираться именно на глобальный тренд. Вам не нужно метаться по локальным трендам. Обсуждайте с клиентом варианты татуировок, которые основываются именно на глобальных трендах. И если к вам на сеанс приходит модник, который хочет набить себе мини-тату, то я советую вам просто отказаться от этого сеанса. Если вы тем более мастер без имени, он вас слушать не будет. Он попросит вас набить мини-тату. В следующем году этот модник потеряет интерес к этой мини-тату и вы будете козлиной. Либо же, если все-таки вы не хотите терять этого клиента, то заранее предупреждайте его о том, что это определенный тренд. И то, что вы сейчас им убьете мини-тату, в дальнейшем вы можете исправить. Провести коррекцию татуировки, либо перекрытием. То есть тогда в этом случае этот хайпажор останется с вами. Он будет понимать, что вы более индивидуально подходите к его коже. То есть вы не пытаетесь ему по-быстрому набить, как любой тату-салон. Вы тщательно подходите к своей работе и как доктор готовы исправить в дальнейшем ошибки не того другого тату-мастера, а ошибки молодости вот этого хайпажора. Всецело говорить о трендах можно бесконечно. Это отдельная тема для дискуссий. Я думаю, что вот этой мини-лекции на первых порах вам будет достаточно. Для того, чтобы разбираться вообще в том, что такое локальный, что такое глобальный тренд. И чтобы грамотно научиться разделять локальные и глобальные тренды, я советую вам что сделать? Порыться в сообществах в том же ВКонтакте, почитать комментарии специализированных в сообществах. Именно комментарии. Не то, что выкладывают авторы пабликов, потому что они могут выкладывать татуировки с целью поржать. Считайте комментарии, что пишут комментаторы, на чем основываются их мысли и делайте какой-то анализ. Также советую вам поизучать портфолио, актуальное портфолио других тату-студий, которые выкладываются, допустим, также у них на стенах сообществ. Для начала посмотрите, что выкладывают ваши региональные конкуренты, а дальше загляните в то, что выкладывают, допустим, российские конкуренты. Сейчас так бывает, что тренды, которые присутствуют на всероссийском масштабе, приходят к нам на региональный уровень, и люди начинают набивать вот эти татуировочки, которые были актуальны где-то там, допустим, в Москве. И как обидно бы это не звучало для многих, то, что я кого-то называю областниками и прочее, но так получается, что в любом случае основные тренды формируются все-таки в крупных мегаполисах, потому что там слишком большой запрос идет на татуировки те же самые и слишком большая текучка. Поэтому не игнорьте портфолио мастеров, которые работают в Москве и в Питере. Ну, так получается, что нам нужно смотреть, что бьют они, потому что без этого мы не сможем проводить комплексный анализ. И как только вы научитесь грамотно проводить комплексный анализ, прогнозировать тренды, прогнозировать глобальные тренды, вас можно будет читать мастером настоящего времени. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.